На пределе возможностей На пределе возможностей В Омском автобронетанковом инженерном институте завершился международный конкурс RIMBAT-2019 Российские специалисты по ремонту автобронетанковой техники опередили своих коллег из Венесуэлы, Узбекистана, Лауса, Конго, Мазамбика, Камбоджи и Иордании В ходе заключительного этапа соревнований смешанная эстафета и в общем зачете стали победителями конкурса профессионального мастерства Входящего в программу армейских международных игр Предшествовал финальным испытаниям отдельный турнир среди капитанов До нынешнего года роль капитанов команд во время конкурсных заданий была не слишком заметной Поэтому в 2019 году и появилась идея провести самостоятельное соревнование среди них Апробация состоялась в июне во время всеармейского этапа Формат был выбран максимально простым и понятным легкоатлетическо-стрелковое многоборье Сначала участникам предстояло преодолеть дистанцию кросса по пересеченной местности Выполнять специальное упражнение разножка 30 раз, по 15 на каждую ногу А затем метко отстреляться из пистолета Макарова по мишени грудной фигуре с кругами на расстоянии 25 метров Тройной серии его стрелов из 15 патронов Три серии по пять В течение одной минуты Беговая часть длиной в один километр предполагала военную форму одежды вместе с бронежилетом и бронешлемом Все это создавало дополнительную сложность участникам конкурса Далеко не всем капитанам команд хватало отведенного времени между бегом и стрельбой, чтобы просто отдышаться В таких условиях лучший результат, как и на всеармейском конкурсе, показал лейтенант Руслан Пахомов, заместитель командира ремонтной роты танкового соединения, дислоцированного в Челябинской области, ЦВА Он был быстрейшим в кроссе и самым метким на огневом рубеже Капитан российской команды набрал 124 очка по итогам стрелковой части конкурса Вторую строчку занял капитан команды Республики Узбекистан На третьей позиции обосновался капитан команды из Венесуэлы В этот же день впервые прошел отдельный конкурс «Лучшее отделение технической разведки», на котором, помимо хозяев, выступали представители Мозамбика, Камбоджи и Иордании За сборную вооруженных сил России выступали женщины, рядовой Аннаборовских и эфрейтер Анна Марьясова Наши дамы хоть и уступили соперникам мужчинам, но демонстрировали на дистанции высокие морально-волевые качества Наконец, смешанная эстафета в последний соревновательный день ставила точку в конкурсе и проверяла умения, мастерство и слаженность экипажей машин-участников Заключительный вид программы предусматривал маршрут с препятствиями и площадками для выполнения специальных работ Накал страстей, желание не подвести свою команду и страну заставляли экипажи действовать слаженно, на пределе своих физических, психологических и профессиональных навыков во имя победы На дистанцию эстафеты заявлялось по одному экипажу от каждой из специальных машин Рэмкл соперничающих команд, подвав каждым из заездов, находились на исходной линии и по звуковому сигналу отправлялись на маршрут, где экипажу предстояло преодолеть противотанковый ров по указанному проходу А на специальной площадке военнослужащие должны были выполнять работы по разгрузке вагона с помощью крановой установки на точность Вслед за этим происходила передача эстафеты, затем на дистанцию из укрытия выдвигалась БРЭМ-1 Пройдя минно-взрывное заграждение, ремонтники заменяли второй опорный каток после имитации подрыва на мине Затем БРЭМ-1 отправлялась к месту передачи эстафеты, попутно выполняя упражнения в движении На заключительной части эстафеты наступал черед экипажем ТОУП-1 Ему предстояло преодолеть ров с колейным мостом, затем траншею с установкой мостового перехода с помощью крановой установки и мастерской И выполнять норматив по замене левого переднего колеса После форсирования брода выполнялось грузоподъемное упражнение с помощью пневматического домкрата Этот участок и завершал эстафету Особенность смешанной эстафеты заключалась в начисляемом тройном коэффициенте Это означало, что очки, заработанные командами конкретно за этот этап, умножались на три Такой формат делал завершающий вид программы конкурса наиболее ценным, что могло серьезно повлиять на итоговую расстановку команд и давало шанс тем коллективам, кто был менее удачлив в предыдущие соревновательные дни Команда Российской Федерации показала быстрейшее время в абсолютном исчислении, 20 минут равно, которое уже никто не смог превзойти И даже с учетом наложенного временного штрафа российский коллектив ремонтников добился первой строчки в итоговом протоколе состязаний Серебро досталось военнослужащим Узбекистана Третье место у команды Республики Лаос Накал страстей, желание не подвести свою команду и страну заставляли экипажи действовать слаженно, на пределе своих физических, психологических и профессиональных навыков во имя победы На Омских берегах Иртыша соревновались лучшие Они брали друг у друга самое передовое, чтобы внедрять полученный состязательный опыт в боевой подготовке Награждение победителей и призеров проводил начальник организационно-технического управления, заместитель начальника главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Рамзес Небеев Лучший ремонтник, капитан и стрелок были удостоены квадроцикла, спортивного велосипеда и электронного планшета соответственно Омск Илья Беакожин